К сожалению, нелегальные перевозки явление массовое и сложно контролируемое. Распознать «бомбил» практически невозможно, но специалисты Департамента транспорта и связи, полицейские и сотрудники отдела по борьбе с нарушениями административного законодательства все же находят методы поиска иглы в стоге сена. На водителей составляют административные протоколы, выписывают штраф, а автомобиль отправляют на стоянку. Далее судебное разбирательство. Лишиться колес можно на срок от 12 дней до двух месяцев, а если в машине свыше семи пассажирских мест, то после нескольких таких попаданий под жезл инспектора водитель и вовсе может навсегда попрощаться со своим авто. С начала года проведено рейдовых мероприятий более 80. Напоминаю, что человек, который пользуется легковым такси, он доверяет свою жизнь водителю, который осуществляет перевозку. Поэтому внимательно следите за тем, каким автомобилем вы пользуетесь, ведь зачастую нелегальные перевозчики не проходят технический осмотр автомобиля, не проходит медицинский осмотр, что, соответственно, может повлиять на безопасность дорожного движения. Более серьезные наказания для нелегальных перевозчиков пока законодательно не предусмотрены. И сочинские власти выходят с предложением о внесении изменений в краевой закон о деятельности таксомоторов. Это позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок. Департаментом транспорта города уже разработан соответствующий пакет документов.